На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Егор Трухан стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо. Турнир проходил в литовском Каунасе. Гомельчанин стал сильнейшим в весовой категории до 73 килограммов. На пути к золоту Егор Трухан одержал пять побед. Также медали в копилку белорусской сборной принесли Руслан Головач и Иван Дубина. У обоих серебро. Гомель терпит четвертое поражение к ряду, а Мозырская Славия умудряется растерять преимущество в три гола и все равно победить. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу сыгран седьмой тур. Мозыряне знатно потрепали нервы своим болельщикам. В домашнем поединке против Минска по истечению часа игрового времени Славия комфортно вела в счете 3-0. Слюсар, Мельников и Чухлей отличились точными ударами. Дело шло к победе хозяев, однако минчане не сдались и выдали камбэк в лучших традициях полуфиналов лиги чемпионов нынешнего сезона. С 87 по 91 минуту мяч трижды побывал в хозяйских воротах. К счастью для Полишуков, этот триллер завершился в их пользу. На шестой добавленной минуте Ковалевский то ли плечом, то ли головой переправил навес партнера по команде ворота Минска. 4-3 победа Славии. Гомель на выезде уступил столичному Динамо 1-3. Единственный гол у зелено-белых на счету Квашука. У минчан отличились Данила, Дьяков и Яхая. Четвертое к ряду поражение Гомеля и десятое место в турнирной таблице. Славия на девятой строке. В первой лиге футбольного чемпионата страны сыграны матчи пятого тура. В областном дерби Речицкий спутник обыграл светлогорский химик 3-0 и занимает в турнирной таблице четвертое место. Гомельский локомотив благодаря точному удару Маркова на четвертой добавленной минуте победил Оршу 1-0. Железнодорожники на второй строке лидируют после пяти туров в Смолевичи. В Гомеле состоялся региональный этап чемпионата Беларуси по баскетболу 3-3. За право отправиться на республиканский финал сражались 16 команд. В женской части турнира победу оспаривали четыре дружины. По итогам кругового турнира лучшей стала команда СОШ-1 в составе Анны Дишкуновой, Марианны Величко, Ксении Давыдовой и Светланы Костеренко. Девушки представят регион в финале. Соискателей наград у мужчин было куда больше – 12 дружин. По итогам группового этапа определились пары плей-офф. Через сито матчей на вылет до финала добрались команды «Росэнергоатом» из Минска и Юго-Востока из Гомеля. Решающий поединок остался за Минчанами. Однако представлять нашу область в главных матчах чемпионата Беларуси будет Юго-Восток. В составе Евгения Рыбкина, Алексея Ковалева, Егора Дудова и Тимофея Веревкина. Финал состоится 16 июня на Половой арене. Именно эта площадка примет поединки баскетбольного турнира 3 на 3 вторых европейских игр. 3 на 3 – это современный вид разновидности баскетбола, гораздо более динамичный, гораздо более интенсивный, более контактный. И он нравится зрителям, нравится игрокам, нравится телевидению, поэтому он имеет очень большие перспективы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.